Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня мы продолжим обсуждать основные тенденции на глобальных финансовых рынках в свете прошедшего заседания американского регулятора, мои коллеги на прошлой неделе. Вас без информации не оставили, поэтому уверен, вы в курсе основных тенденций. Но самое главное, те тенденции, которые действительно сейчас развиваются, это все в соответствии с нашими с вами долгосрочными ожиданиями. Те, кто давно смотрит за моим аналитическим контентом, следит за аналитическим творчеством, скажем так, знают искреннюю веру мою в то, что индекс американского доллара сейчас практически обязан стоить дороже. Соответственно, прогнозы, которые ранее были обозначены, они как раз предполагали, что очень скоро наступит заседание американского регулятора, ФРС будет вынужден вмешаться в текущую ситуацию, начать борьбу с зашкаливающей инфляцией, будет повышать процентные ставки, причем это будет тренд долгосрочный, каждое заседание это новое решение по росту процентной ставки. И на этом, собственно, мы были готовы выстроить долгосрочную длинную позицию, поставить на рост индекса доллара и на этом неплохо заработать, друзья. Я надеюсь, что вы ранее прислушались к моим рекомендациям, потому что все так и произошло. Индекс доллара сейчас на отметке 104.16 был гораздо выше, но даже текущие уровни позволяют нам констатировать, что американская валюта котируется на более чем 20-летних максимумах, если анализировать индекс доллара против основных мажорных активов конкурентов доллара. По поводу заседания американского регулятора. Ставка ФРС, ключевая ставка американского центрального, возьмем кавычки слово, центрального банка, была поднята на 75 базисных пунктов и фактически сейчас составляет 1.75. Из 11 голосующих членов 10 как раз проголосовали за то, чтобы ставку повысить на 0.75 и против была только Эстер Джордж. Она как раз выступала за то, что уместно сейчас повысить ставку на 50 базисных пунктов. Но я считаю, что это скорее небольшое такое исключение из общего мышления американского регулятора. В конечном счете через месяц-два и Эстер Джордж также привкнет к лагерю прочих голосующих членов американского регулятора и осознает, что сейчас не время мешкать. Нужно действовать, потому что очень много времени упущено, очень много времени потеряно. На мой взгляд, американскому регулятору нужно было действовать в таком же ключе, как сейчас, ну, примерно еще месяца 3-4 назад. Соответственно, он начал действовать только сейчас. И остается надеяться, что эти решения по росту процентной ставки смогут остановить рост инфляции. А с инфляцией самая настоящая беда. Я уверен, вы это знаете. В Штатах индекс потребительских цен мы сейчас ориентируемся, разумеется, на майские цифры. В июне. Июньские цифры будут в июле, соответственно, ну, уже совсем скоро. Пока что мы говорим о майских значениях инфляции, когда индекс потребительских цен достиг максимума более чем за 40 лет. 8,6%. Это причем тогда, когда все эксперты и аналитики говорили, что индекс потребительских цен уже миновал свои пиковые уровни и дальше будет только снижаться. Но по факту мы видим цифры постоянно выше этих самых прогнозов, что свидетельствует о серьезной проблеме, которая есть на американском рынке. Но эта проблема сейчас характерна для всей мировой экономики. Из-за того, что растут цены на продовольственные товары, на автомобили, на компоненты для производства. Из-за того, что повышаются цены на топливо. Сохраняются проблемы с логистикой, с цепочками поставок. В том числе из-за событий в Восточной Европе. Это все триггеры, друзья, роста инфляции. Поэтому, когда ранее мы пытались с вами проанализировать, что будет с индексом потребительских цен, я вам всегда говорил, что инфляция непременно будет расти. И 8,6% это сейчас непредельные уровни. Я уверен, что пройдет еще несколько месяцев и мы увидим значение выше 9%. И даже с учетом уже, казалось бы, немыслимых показателей в 9%, я, возможно, один из немногих трейдеров, которые считают, что очень скоро американскому регулятору придется решать проблему уже галлопирующей инфляции, когда индекс потребительских цен превысит 10%. Хотя, думаю, что раньше это произойдет в Англии, когда инфляция коснется таких значений. Поэтому ставка американского регулятора была уместно повышена на 0,75 базисных пунктов. И именно агрессивный шаг, который был предпринят сейчас, доказывает то, что ФРС готов бороться с высокой инфляцией. Если он готов бороться, значит, не нужно полагать, что это было разовое решение, друзья, повысить ставку на 0,75 базисных пунктов. Я хочу обратить ваше внимание на то, что сейчас есть уже дорожная карта дальнейших действий Федрезерва, которая предполагает, что ставка будет повышена на 0,75 базисных пунктов снова в июле, то есть уже буквально через 3 недели на заседание американского регулятора. После этого ставка будет повышена на 50 базисных пунктов в сентябре и ноябре и еще на 0,25 базисных пунктов в декабре. Поэтому сейчас консенсус прогноз по нейтральной процентной ставке, которая может быть достигнута до конца этого года, предполагает рост ключевой ставки не до 3%, как ожидалось буквально 2 месяца назад, а уже до 4%. И я, друзья, считаю, что именно где-то в районе 4% мы действительно увидим ставку под конец этого года. Соответственно, на фоне роста процентной ставки, который будет отражать борьбу Федрезерва с высокой инфляцией, которая тоже продолжит расти, доходность американских облигаций, которые сейчас находятся на максимумах с 2018 года, перепишут новые многолетние рекордные даже, возможно, уровни, превысят 3,5%, 3,6% и, конечно же, на этом фоне у индекса доллара будет очень хорошая база для продолжения восходящей динамики. Поэтому первые выводы, которые вы уже должны были сделать, индекс доллара рос и будет расти, потому что этому будет способствовать жесткая монетарная политика американского регулятора, ожидание повышения ставок в дальнейшем, рост доходности американских облигаций, нельзя походить стороной также и статус доллара как защитного актива, потому что есть еще, прям рядом эта теория идет, что действия американских регуляторов и мировых центральных банков, которые направлены на борьбу с инфляцией, в конечном счете, могут не решить проблему с инфляцией, а создать условия, при которых мировая экономика окажется в рецессии. И, глядя на фондовые рынки, я думаю, что многие из вас согласятся, что эти опасения весьма актуальны, потому что фондовые рынки продолжают валиться, и это уже полноценный настоящий медвежий тренд. Конечно же, когда есть причина опасаться мировой рецессии, то в таких условиях лучше посмотреть более внимательно на инструменты, которые характеризуются защитными свойствами. И, как ни крути, ну вот уже несколько месяцев индекс доллара идет впереди всех прочих финансовых активов и сохраняет за собой вот эти вот защитные свойства. Ну, можно еще рассказать, конечно же, про американские облигации, которые с каждой недели все более привлекательны для вложения, потому что доходность их растет, и на них можно заработать. В сухом остатке получается, что по индексу доллара, друзья, теперь ждем 105-106 пунктов, и я согласен со многими моими коллегами, которые ожидают роста этого показателя до 107 и выше. Доллар иена 134,88. У нас ранее была долгосрочная сделка с целями 135. Мы, в принципе, эту цель сделали. Хай в прошлой неделе был на отметке 135,58. Сейчас можно чуть-чуть поднять повыше целевые ожидания по этому дуэту активов до 137, потому что мы сейчас уже по горячим следам прошедших заседаний Федрезервы и Банка Японии можем сказать, что как в море кораблей разошлись регуляторы. Политика абсолютно противоположная. ФРС жестко-монентарная политика, Банк Японии сверхмягкая. Самая мягкая политика среди всех центральных банков, потому что Банк Японии по-прежнему отказывается что-либо менять в текущем курсе, отказывается сворачивать программу количественного смягчения и тем более повышать процентные ставки. Под программы количественного смягчения я подразумеваю неограниченные по объемам выкуп облигаций для того, чтобы удержать ставку по доходности национальных облигаций на уровне 0,25 и ниже. То есть, опять же, обращаю ваше внимание, друзья, доходность американских облигаций сейчас 3,25, доходность японских облигаций 0,25. И понятно, что американские бумаги будут более интересны для инвесторов. Отсюда спред доходности, расхождение, контраст монетарных политик и абсолютно оправданные распродажи японской иены. Поэтому лонг все еще актуален. Что касается рынка нефти, раньше также мы ориентировались на то, что рост будет активным, агрессивным, бренд сможет добраться до 125 долларов. Сначала у нас были цели 120, потом 125. Эти цели, собственно, сделаны. Сейчас коррекция 112.85. Новых сделок я рекомендую пока не открывать. Допускаю, что будет возможность зайти в этот актив по более привлекательным значениям. Но долгосрочный взгляд остается исключительно обычным. Почему рынок скорректировался? Ну, во-первых, это нормально, что рынок корректируется после мощного ралли, особенно такого, как было на рынке нефти. Есть и фундаментальные причины. Это новые меры ограничительного характера в Пекине и Шанхае. Для Шанхаи это особенно актуально. И интересный нюанс заключается в том, что новые меры в Шанхае были введены буквально через две недели после того, как были сняты прежние. Локдаун в Шанхае действовал два месяца, друзья. Сейчас вновь растет количество заболевших. Политика нулевой терпимости не позволяет властям смотреть на это просто со стороны и ничего не делать. Политика нулевой терпимости подразумевает введение мер контроля, ограничения, локдауна для того, чтобы снизить риск дальнейшего распространения инфекции, ковида. Поэтому есть, конечно же, опасения, что если эти новые ограничительные меры будут продлены и продлятся долго, то это окажет давление снова на экономическую активность и приведет к снижению потребления нефти и углеводородов в Китае. Тем более, что Китай остается одним из основных потребителей нефти в мире. Но, на мой взгляд, прежние меры ограничительного характера, они уже дисконтировали в стоимости и Brent, и WTC, и все вот эти риски. То есть, новых общенациональных локдаунов я уже не ожидаю. И, соответственно, я не вижу какой-либо прям серьезной причины полагать, что Китай станет якорем для спроса на нефть и отправит котировки ниже. Второй фактор для нисходящей динамики – это возобновившийся разговор о том, что вот-вот Вашингтон и Иран, Тегеран, скажем так, заключают сделку по ядерному соглашению, что позволит иранским производителям нефти вернуться на мировой рынок нефти. Ну, я в это очень мало верю, скажем так, потому что сколько раз уже было подобных бэкграундов о том, что вот-вот это соглашение будет достигнуто, а потом новостной фон радикально менялся, и мы уходили еще там на полгода этих ожиданий. И я сейчас практически полностью уверен в том, что этой сделки не будет, особенно после того, как США в конце прошлой недели расширили санкционный пакет против Ирана. Третий фактор, который также считают негативным для рынка нефти – это четвертый уже пакет и раунд продажи резервов из федеральных запасов резервов нефти, для того, чтобы решить проблему нехватки предложения на американском рынке. Ну, я вижу в этом, друзья, позитивный фактор, потому что продажа стратегических резервов, которые продолжаются уже не первый месяц, доказывает высокий внутренний спрос и нехватку предложения. Это, на мой взгляд, проблема, которая свидетельствует о том самом дефиците, который должен все-таки провоцировать рост цен на нефть, как это было раньше. Поэтому, в целом, долгосрочно я верю в то, что цены на Brent смогут снова превысить 125 долларов за баррель. Ну и ищу более подходящую точку входа, которая может быть обозначена рынком, подсвечена для нас уже в ближайшие дни. Пожалуй, главным событием для рынка нефти на ближайшие недели будет предстоящая встреча Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии. Она запланирована, по-моему, на середину июля, то есть еще три недели до этой встречи. И от того, как она завершится, будет зависеть уже дальнейшая динамика нефти. Ну, я думаю, что все-таки вряд ли договорятся. И, соответственно, мы с вами ближе к концу июля снова вернемся к простой причине роста цен на нефть. То есть это дефицит предложения на фоне все еще продолжающего расти спроса на нефтянку. По другим финансовым активам евро-доллар 1,0524. Лоу прошлой недели был 1,0358. Я очень давно, друзья, хочу, чтобы пара евро-доллар достигла поддержки 1,0320. Но пока что вот эта цель не достигается. Но я верю в то, что все-таки евро останется и дальше под ударом, потому что последний отчет по инфляции доказал, что инфляция в еврозоне растет так же, как и в других странах. 8,1% сейчас годовой показатель. Но мы знаем то, что Европейский Центральный Банк так и не повысил процентную ставку. Поэтому все, что я сейчас говорил про пару доллар-иена, немного можно спроецировать на пару евро-доллар. С точки зрения контраста монетарных политик. ЕЦБ ставка остается в районе нуля. Что касается ключевой ставки США, она находится на уровне уже 1,75%. Доходности тоже спред увеличивается. И по этой причине я считаю, что евро абсолютно оправданно продавали. Лоу дальнейшее еще впереди. По золоту пока что локальный лоун сохраняется. С целями 1870-1880. Практически мы сделали долгосрочную цель на прошлой неделе в районе 1890. Но чуть не хватило. Я думаю, что еще несколько дней, может быть, неделю можно попытать удачу в длинных позициях. Если нет, то, соответственно, уже будем искать точки входа для продаж. Особенно если доходность американских облигаций продолжит карабкаться вверх. Американский фондовый рынок. Шорт здесь в приоритете. Учитывая, что теперь мы говорим о медвежьем тренде с максимумов, которые ранее были достигнуты. СНП скорректировалась уже больше, чем на 20%. Цель 3,500. И биткоин. Всех вас, друзья, поздравляю. Наша долгосрочная цель 20 тысяч пала. Лоу был на отметке 17,587. Теперь предлагаю оставить в покое крипту. Будут обновленные фундаментальные какие-то события, либо другие точки входа. Об этом расскажу. Но пока что фокусируемся на традиционных финансовых активах. Эта неделя, среда и четверг выступления Паула в Конгрессе. Поэтому доллар будет активно ходить. Настраиваемся на неделю высокой волатинности и на сохранение бычей динамики по индексу американской валюты. На этом все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока.